Всем привет дорогие друзья, еще раз просто, просто мега жесть, все кто посмотрели предыдущее видео, которое я заблокировал, наверное ржут сейчас надо мной конкретно, это из серии, смотрю в книгу, вижу фигу, я просыпаюсь, мне приходят два сообщения, две вот таких фотографии, я смотрю короче на цену, 7280, так как я и предугадал, все правильно, тут приходит вторая цена, я смотрю 8626, думаю вау капец, все пропало, банк нас поимел, жесть просто блин, идиот вообще по другому, как это еще можно назвать, а здесь написано для таких идиотов как я, в деревянном футляре, поэтому он дороже, это логичный, тираж 100 штук, видите, ну то что логично, их же 2000 штук тираж, за греба же не просто так в каталоге написал, мне там писала куча людей, 1900 штук тираж, ну логически, я это знал, что будет 100 штук в деревянном футляре, но, я думал, что это они взяли, типа вот эту цену написали, а потом изменили, и всех типа решили поиметь там на тысячу с чем-то гривен, даже видео снял, блин, все кто посмотрели предыдущее видео, забудьте его, его не существует, уже удалено, просто жесть, но все равно инвестиции на грани срыва, почему, потому что у нас есть такая штука, как ощадбанк, а, меня радует, что я предугадал цену правильно, единственное, что, когда будут ощад продавать, мы еще не знаем, какой будет курс серебра на тот момент с этими клейнодами, плюс ощад делает наценку, и наценку делает немаленькую, все равно цена будет по-любому немаленькая, соответственно, если 7,286 продает НБУ, то надо добавить, ну, минимум, наверное, 5%, если это 7,650, скорее всего, а если еще и серебро пойдет вверх, потому что сейчас серебро упало, кстати, так как серебро упало, странно, что банк все равно отдает по этой цене, он может и дешевле отдать, но, ладно, банк реагирует через день обычно на падение серебра, сейчас, грубо говоря, по гривне, если 615 гривен стоит серебро, сейчас попробую показать вам, какой курс на данный момент, под Новый год подарочек идет падение курса серебра, вот, 6,616 уже там плюс гривну отыграло серебро, ну, это просто фантастика и феерия, вот что значит с просони, вроде бы Новый год, я еще, правда, отмечать не начал, и такая фигня, блин, такой абсер прямо с этим видео, так мало того, подорвал кучу людей, всем скидываю фотки, все обсуждаем, кипиш, никто не читает верхнюю надпись, никто не читал из всех моих знакомых верхнюю надпись, и мне в комментарии человек написал, типа, это в деревянном футляре, и я так, ё-моё, какой абсера, да, а так все хорошо с этими клинодами, они будут дорогими, можно заработать на них, класс, все, кто заказал, поздравляю, кто не заказал, придется купить дорого, но тема не отменяется внутриукраинская, и, соответственно, неизвестно, как пойдет ситуация, развиваться будет дальше, много людей захотят удержать у себя в коллекции, хотя, если кто с банка взял, в принципе, всем чем-то можно выдержать, не такая уж и огромная цена, а вот те, кто будут, ну, как бы покупать уже с рук у перекупов, вот там вот и вопрос, будут ли дороже 10 тысяч платить или нет, сейчас, на данный момент, на новом аукционе их около 15 предложений, все, в принципе, они перевалили за десятку, то есть, грубо говоря, почти 3 тысячи сверху за набор можно заработать, однако, что будет дальше, неизвестно еще, как говорится, поживем, увидим, будет ли цена расти и дальше, каталоги у Загреба 25 тысяч написано, но, учитывая положение дел на следующий год, плюс стоимость коммунальных услуг, как выросло нереально, я же говорил, там в прошлом видео, кто видел, я скажу, здесь, там один у меня знакомый есть с ночного клуба, пришел счет за коммунальные услуги почти 200 тысяч, вы вообще представляете, это коммунальные услуги, 200 тысяч, нахрен, это просто капец, там можно вздернуться, блин, какую надо сделать кассу, чтобы оплатить зарплату сотрудникам, аренду заведения, если она в аренде, и еще коммунальные услуги, это просто феерия, вообще нереально, что творится с нашими коммунальными услугами, даже не представляю, но то такое, то отдельная тема, есть ютуб-каналы, где обсуждают тему с коммунальными услугами, тарифами и всем подобными движухами, но, как меня, мне отлегло реально, что цена нормальная, сейчас людишки в Киеве тогда там разбирают, уже приятно, то я думал, у них там глаза было полезли, ну вообще такого, ну то есть я себе представил этот трэш, представляете, если бы банк поднял на 1300 с чем-то гривен стоимость набора за ночь, ну вот я так себе увидел эту картину, а там для, я же говорю, для идиотов написано сверху, что это, блин, в деревянном футляре, блин, я не посмотрел, но это просто, просто офигеть можно, вот что значит утром снимать видос, как только проснешься, блин, видите, просто тут сверху вот зеленым написано, надо было почитать, а я не обратил на это внимания, блин, ну а так, все класс, я предугадал правильную цену, у меня знакомый не верил, и некоторые тоже не верили, говорили, будет дешевле, будет еще что-то, ну какие-то другие цены, но вот я так плюс-минус рассчитал, зашибись, отлегло, блин, капец, в комментариях, наверное, вы мне сейчас там напишите, если бы были дизлайки, там дизлайков уже бы стояло целую кучу, что под тем видео, что, наверное, и даже и под этим, но дизлайки YouTube отключил, я статус потерял короля дизлайков из-за этого, блин, так обидно, теперь не видно, мои дизуны мучаются, блин, бедняги, но я предлагаю вариант дизунам, пишите в комментариях ваши гневные комментарии, ну понятно, без фанатизма, без всякой хрени какой-то националистически-политической, а так, как есть по существу, потому что у меня тут вне политики, я над политикой, я смотрю над этой всей ситуацией, блин, без шор, поэтому я уже сто раз говорил, в нумизматике нет политики, но в нумизматике вот такой термин мы с своими друзьями, знакомыми выработали, чем больше говна в политике или во власти, тем больше материала для нас, потому что всякие какие-то происходящие, дефективные события, они отражаются на деньгах, и мы этому восхищаемся, потому что мы это собираем, это круто, то есть любое событие, это история, это след в истории на деньгах, поэтому это все круто, но иногда это очень хреново, то, что происходит, но я повлиять на это не могу никак, на то, что происходит, поэтому остается только смотреть со стороны на этот весь беспредел и бред, который происходит, ну что поделать, ну что я могу сделать, я один ничего не могу сделать, но я могу вас научить инвестировать и зарабатывать на монетах, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, ставьте этому видео лайк, дизлайк не получается, вот, жду ваше мнение на этот счет, моего апсера утреннего, но это всего лишь первое видео за сегодня, сегодня еще будет много видео, поэтому не пропустите ничего, поставьте колокольчик там, я знаю, что эта штучка дает возможности что-то, ну типа видео, если выходит, чтобы вы его видели почаще, вот, и давайте обсудим эту хрень в комментариях, которая мне привиделась, а вообще, как вы считаете, какая цена примерно будет у данного набора, будет ли он дороже, чем, вот, допустим, Пектораль, когда вышла, если вы помните, несмотря на тираж, 4 тысячи штук, вот этот набор, он продавался по 9 тысяч, а потом цена у него свалилась, сейчас, грубо говоря, клейноды, они продаются, ну, набивают на аукционе, до 12 доходит, как думаете, провалится цена вниз или нет, жду ваше мнение, всем удачи, пока!